Это мне ты не нравишься, ну иди в жопу, что ты мне об этом говоришь, это твои проблемы, что я тебе не нравлюсь. Привет, мои хорошие, с вами Селена Суэй, сегодня у нас будет такое болтологическое видео на тему негативных комментариев, потому что, ну, сегодня я вот так вот утром встала и решила, думаю, сниму я на эту тему видео и расскажу своё отношение к негативным комментариям, потому что я вижу такие неоднозначные мнения по поводу того, почему я удаляю негативные комментарии, почему я закрыла вообще комментарии на YouTube, потому что они раньше были открыты, и более того, раньше я вообще общалась даже со всем негативом. Вот на меня прям грязь вот так вот льют, а я с человеком общаюсь, и я прям видела трансформацию, как люди менялись на глазах. И вывод я делаю тот, что, так как я по образованию психолог, хоть я и не закончила институт по психологии, но психология во мне просто с детства. И опыт, образование, плюс какие-то курсы, которыми я очень интересуюсь, в общем, всё это даёт мне право, я думаю делать правильные выводы о том, что происходит. И когда я отвечала на негативные комментарии, раньше я видела трансформацию людей, и вывод мой тот, что людям просто не хватает внимания на самом деле. Им не хватает просто внимания, чтобы с ними пообщались, и также им очень льстит, когда им отвечает какой-то популярный человек. Но даже если кинули какашкой в тебя, а тот раз тебе даже ответили, ну не в негативном, естественно, ключе, а вот «А почему вы так считаете? А почему вы так думаете?» И всё, человек меняется, он полностью забывает о своём негативе и превращается из буки, да, такого хорошего человека, чуть ли не твоего друга, который на самом деле тебя во всём поддерживает, и на самом деле ему всё очень нравится. Но вот тут был один момент, который не нравится, но и после этого негатива никогда не увидишь от человека. Я с этим столкнулась в самом начале Ютуба, когда у меня была возможность на самом деле отвечать практически всем, я прям каждый комментарий отслеживала и отвечала. Со временем стало, естественно, зрителей больше, больше моих поклонников. Я вас очень люблю, спасибо, что вы со мной, вы меня очень вдохновляете и поддерживаете. Но здесь как бы чем больше людей, тем меньше, естественно, возможности у меня всем отвечать. Я стараюсь до сих пор при моём количестве зрителей, я всё равно стараюсь отвечать всем, но не всегда всем получается ответить. Что касается Ютуба, давайте начнём с Ютуба. Почему я закрыла комментарии? Во-первых, комментарии и мои видео смотрят люди мои близкие, мои родственники, и, ну, они не могут не заходить в комментарии, не могут не читать, и каждый раз расстраиваются, каждый раз пишут мне что-то, посмотрю, что там написали, посмотрю, что там написали. У меня, к сожалению, нет времени отслеживать все комментарии, а грязь я не хочу оставлять, и поэтому я закрыла комментарии на Ютуб. Объясню. Сегодня я просто прочитала комментарии, уже не первый раз я читаю комментарии, что типа вот, Селена закрыла комментарии, она не воспринимает критику, она не воспринимает не то, что даже критику, а типа это адекватные люди, которые пишут мне какие-то засёры, которые оскорбляют меня, взывают, или просто мне говорят, фу, говно, например, по поводу того, что не пой, да? Фу, не пой, тебе медведь на ухо наступил, там, и так далее, и так далее. У меня есть на этот счёт мнение, почему я удаляю негативные комментарии. Во-первых, я не согласна с этими комментариями, то есть здесь будет всё по пунктам, да? Это не единственное, что я не согласна, поэтому удаляю. О, человек прав, а я удаляю. Я не согласна с этим комментарием негативным. Во-первых, я человек достаточно адекватный и себя трезво оцениваю. Я знаю, что я не суперпевец, я не претендую вообще. То есть есть вещи, в которых я ас, и я буду соревноваться с лучшими. Но что касается вокала, я никогда не соревновалась и не думала о том, чтобы пойти куда-то на большую сцену, пойти в голос, потому что я знаю, что там звёзды, там реально люди, которые умеют управлять своим голосом. Я пою душой. Я только занимаюсь, тренируюсь, чтобы всё было хорошо, но поёт моя душа. И, конечно же, где-то я не попадаю в ноты, где-то я не подстраиваюсь под музыку, особенно если это не моя песня, соответственно, да. Но я хочу выкладывать даже это. Я вдохновляюсь хорошими комментариями, когда мне пишут, что ты хорошо поёшь, что даже люди слышат мой голос за всеми этими нюансами. И я считаю, что не так ужасно я пою, как могла бы, как реально могут люди ужасно петь. И то я бы даже никогда не написала человеку комментарий. Вот ещё очень важный момент. Сейчас глотну кофе. Почему-то люди... Вот я на самом деле не разделяю YouTube и вот улицу, да. Почему мы... У нас есть возможность. Вот идём мы по улице. Идёт навстречу нам человек. Как-то у неё некрасиво накрашены глаза. Или как-то он себя некрасиво ведёт по отношению к кому-то. Ну, это же честность и открытость. Почему мимо проходящего такого человека мы не говорим ему «Ой, какая ты стрёмная!» «Ой, тебе не идёт этот цвет волос!» Или «Ой, что ты такая жирная!» «Ой, где вы увидели здесь красоту?» Мы же так не говорим. У нас же есть эта возможность. Так это же честно. Получается, по логике тех людей, которые типа высказываются честно и открыто, получается, что они тогда лицемерят на улице. Или если они просто будут говорить это всё на улице, всем людям эту честность свою открытость нести, о которой так говорят они, свой негатив, своё мнение личное, которое кажется, что оно очень важно, они будут просто получать по голове. Но многие решили, что интернет – это такая вещь, где можно спрятаться, спрятаться за аватаркой, за каким-то своим фейковым там аккаунтом, и можно кидать какашки в людей. И я считаю, что высказывать своё индивидуальное мнение, которое ты считаешь. Здесь ты поёшь говно, здесь ты не говно, причём собрались все непрофессионалы, самое интересное. И я не вижу разницы. Нет, я вижу разницу, что да, это интернет, здесь тебя не найдут, здесь тебя не увидят, а вот здесь улица, здесь тебе дадут по голове, там как бы здесь я высказываться не буду, здесь я лучше промолчу, своё честное мнение говорить не буду. Но для меня, как для блогера, как для человека разницы нет. Я никогда не сделаю в интернете, в комментариях то, что никогда не сделаю, то, что не сделаю и наяву. Ну, то есть вы поняли меня, да? То есть я никогда не скажу и не напишу что-то такое, чтобы я не сказала в лицо человеку незнакомому, мимо проходя. Вот я незнакома, вот со мной на самом деле многие-то незнакомы, меня знают по экрану, да, чувствуют, что я там родная душа. Но пройдя по улице, часто бывают те же люди, которые меня смотрят, они не подходят, они стесняются, потому что я как бы незнакомый человек, правильно? И это нормальная, адекватная реакция. Было бы неадекватно, если бы ко мне подошли и бы сказали, ой, мы смотрим твое видео, ты, короче, вообще не понимаешь, что тебе медведь на ухо там наступил или еще что-то. Вот. Но для меня разницы нет. А вы понимаете, что на самом деле психологически задумайтесь, вот те, кто пишет негативные комментарии, да, это как бы, ну, опять же, полезное видео, стараюсь, да. В общем, задумайтесь, те, кто пишет негативные комментарии, а наяву вот так вот людям не высказывается, задумайтесь. Это какой-то диссонанс внутри. Это на самом деле вы нечестные с самим собой. Хотя многие говорят, что, типа, вот кто пишет мне хорошие комментарии, типа, они на самом деле думают не так, а чтобы мне угодить, то пишут хорошие комментарии. Типа, они нечестные. Я считаю адекватным относиться хорошо к человеку, говорить ему что-то хорошее, когда ты хорошо относишься к человеку, и стороной обходить вообще негатив, который тебе не нравится. Мы же на улице, если нам что-то не нравится, мы не вступаем же в драку с пьяными наркоманами там или какими-то левыми людьми, которые как-то себя ведут. Мы стараемся это всё уходить, но почему-то в интернете очень часто люди идут на рожон, а именно потому, что они скрываются за аватарками. Так вот, я считаю, что это на самом деле где-то трусость, где-то... Как это назвать, я даже не знаю, но мышатничество. Вот, если это можно подобрать вот к этому, да, вот, ну, реально мышатничество. Это неправильно, это ненормально. И я вам скажу, что я вот веду такой образ жизни, я вот в интернете и в реальности, то есть я одна и та же. Я никогда не скажу что-то вам здесь на камеру, вот, например, что касается рекламы, да, то есть для меня вы как вот подруги, да, для меня вот вы люди, которых я уважаю, которых я ценю. Я никогда не буду впаривать какую-то фигню, например. Я никогда не буду рекламировать то, что претит моим принципам, да. Например, там, например, какие-то лохотроны, в которых я не верю. И если мне скажут прорекламируйте нас, пожалуйста, я не смогу. Это претит моим принципам. Ну, казалось бы, да, я могу наяву вот так всем друзьям сказать не берите это, не берите, да, а в интернете, чтобы заработать, я могу сказать вау, это классная штука. Это двойные стандарты. У меня внутри, я стараюсь от них избавляться. То есть я, ну, никогда так не сделаю. Как так? Я подставлю людей. Или, к примеру, человек мне не нравится, да, и я ему там в комментариях написала «Ты говно...» У меня даже рука не поднимется на самом деле или что-то написать человеку негатив, потому что я бы ему никогда в жизни такого не сказала бы. Если мне что-то не нравится, я, ну, как бы такая, ой, мне не нравится. Максимум подружке могу сказать, слушай, как ты относишься? Нам не нравится. Всё, нам не нравится. Мы переключаемся на то, что нам нравится. Но я не напишу ничего, не сделаю, не скажу, именно потому что в жизни наяву я тоже так не сделаю. Понимаете? И в этом, мне кажется, норма. Своя какая-то норма. И так как в жизни, если бы ко мне в жизни подошёл человек и что-то такое мне сказал, понимаете, если бы я увидела, что это какая-то там гора, там мужчина, например, какой-то гора, то есть я подумала, что человек какой-то неадекватный, вот подходит ко мне и говорит, что я там петь не умею или я там какая-то плохая или какая-то там, не знаю, с матами-нематами, обзывательствами, как обычно пишут. То есть у меня может быть две реакции. Одна реакция – это самозащита, если я вижу, что человек реально неадекватный и с ним лучше не вступать в какую-то полемику, не ставить его на место, потому что против меня это может обернуться. Я от человека и подумаю, боже мой, какие ненормальные люди нас окружают. Если я увижу, что этот человек как-то где-то мне на равных, что с ним где-то можно его поставить на место, то, конечно, я включу свою защитную реакцию в другом случае и просто пошлю человека на три буквы. Да? Тогда, может быть, он раз – проснется. Мое честное мнение никому не нужно. И я вам так скажу, людей, которых я блокирую, я посылаю на три буквы. Я хочу, чтобы это они знали. Вот вы написали мне что-то, я не хочу удостаиваться того, чтобы вам что-то ответить, вступать в полемику, что-то доказывать. Я все про себя знаю. Все прекрасно. Люди, которые со мной, которые видят. И как я вот, знаете, вот говорю, некоторые пишут, ой, что я тут увидела в этом видео, ничего полезного. То есть я рассказываю 20 минут, высказываю там свое мнение, свою вот душу, свою изливаю. Я считаю, что столько полезного. Я просто вспоминаю себя 16 лет и думаю, кто бы мне вот это все рассказывал на самом деле в мои 16, 18, 19. То, что я уже горьким опытом наученная, да, прихожу к этому. И кто-то говорит, ой, я услышала только вот там одну фразу какую-то. То есть можно было включить видео, сказать эту одну фразу и выключить его. Я говорю, вот насколько вам позволяет ваш ум увидеть, услышать. Настолько вы услышите. Конечно же, эта информация не для всех. Как, например, знаменитая книга Чайка Джонатан Ливинстон, Ричард Бах. Я офигела, когда прочитавши ее маленькая, тоненькая книжечка, я считаю, всем нужно прочитать ее. Она реально крутая. Но я офигела, когда человек, то есть я у многих спрашивала, кто читал, не читал, и когда я спрашивала, о чем книга, и когда мне говорят, да, про чаек, там чайки летают, такая медитационная книга. То есть люди не увидели смысл, не услышали смысл. Там наиглубочайший смысл у этой малюсенькой книги. Я просто в восторге была. Офигевала от глубины всего этого. А кто-то просто увидел, чайки летают, трепещут. И люди разные, понимаете? Поэтому зачем это видео я снимаю? Во-первых, мне хотелось высказаться, потому что я не воспринимаю критику. И любой человек, любой человек не будет воспринимать, когда ему что-то говорит кто-то, непонятно кто. Любой человек, вот он подойдет с улицы и скажет, «Ты говно», к примеру. Вы что, будете это воспринимать? Да не один человек, даже тот, которым не пишет негатив. Он сразу, вот я уверена, все те, кто негатив пишет, они сразу пошлю. Еще или бросятся, потому что неадекватность на лицо, да? И я хочу сказать, что мое отношение к этому для меня это как и в жизни. Я ухожу и закрываюсь от негативных людей. Не нужно на меня лить грязь. У меня есть пара-тройка человек в жизни, к мнению которых я прислушиваюсь. И то они никогда мне не посоветуют и не скажут просто так свое мнение, потому что они так считают, это мои близкие друзья. Они не скажут просто так, пока я не спросила и не обратилась за советом. Я считаю, вот это вообще супер-мега-адекватность. Высший пилотаж. А люди, которые просто бросаются говном, это или не просто не бросаются, пусть не бросаются говном, просто они высказывают свое мнение. Это мне нравится, это мне не нравится. Почему я должна это слушать? Я не хочу. Я прохожу мимо и кто-то мне говорит, а мне ты не нравишься. Ну иди в жопу. Что ты мне об этом говоришь? Это твои проблемы, что я тебе не нравлюсь. Вот. Короче, накипела, во-первых. Во-вторых, очень часто мне задают вопрос, почему я закрыла комментарии. И я говорю, я берегу карму людей, потому что на самом деле это реально минус. Минус карми, когда люди просто извергаются гневом в комментариях. Я просто закрыла и представляете, сколько кармы приостановилось в негативе. Вот. И второй момент, что я не собираюсь никого слушать. Я не считаю, что это мнения адекватные, какие-то правильные и так далее. И еще момент такой очень интересный. Почему люди, которые пишут негатив, вот они чаще всего свой негатив так защищают, что типа это единственное правильное, то есть это адекватная критика, а вот типа те, которые пишут хорошие комментарии, типа они что-то там недопонимают. Они просто пишут хорошее просто так, не от ума, знаете, просто так написал хороший комментарий, а на самом деле они не видят ничего хорошего. Просто как называют типа же полезы там или еще кто-то. А вот если ты написал негатив, то вот это реально твое мнение настоящее, адекватное, конструктивное, вот именно в негативе. А вот в положительном нету. Нету ничего адекватного, нет ничего конструктивного. И меня вот это вот вообще, то есть люди, которые хорошо высказываются, они в принципе просто ну как бы не имеют права на на что, знаете, на то, что это действительно так. То есть это написано просто так. А вот негатив это реально, к чему стоит прислушаться там и так далее. А я прислушиваюсь к позитиву. Я считаю, что люди, которые пишут мне что-то хорошее, которые замечают что-то хорошее и на этом делают акцент, я считаю, что это самое адекватное, что ни на есть. я прислушиваюсь к этому и если есть такие люди, которые мне это пишут и таких людей большинство, я буду слушать их. И я считаю, что это самое лучшее мнение, самое правильное, самое адекватное и самое конструктивное. Потому что любовь правильная. И вот. А все остальное я буду удалять. Пусть оно растворится в пространстве. почему еще удаляю негативные комментарии. Есть люди ведомые и как бы они читают хорошие комментарии, читают плохие комментарии и такие раз прочитали какой-то комментарий плохой, думают, ой, присоединюсь я вот сюда. И начинает все вот это расти, расти, расти. Пусть лучше люди заходят в комментарии, видят что-то хорошее и пусть у них хорошее что-то рождается и они присоединяются к хорошему либо не присоединяются вообще. Короче, все на самом деле очень просто, да, я тут что-то рассуждаю, рассуждаю, а все очень просто и на поверхности. Вот. Я надеюсь, вы поняли, почему я закрыла комментарий. Надеюсь, я донесла. В общем, доброе утро. Сейчас утро. Я пью кофе. буду монтировать для вас следующее видео. Это выложу где-то в будние какие-то дни. Вот. Просто иногда, конечно же, я реагирую и меня задевают какие-то вещи, когда особенно какой-то человек, знаете, начинает писать. Вот заходит он прям и она не воспринимает критику. Она блогер, она должна. Она выставляет свою жизнь на показ и та-та-та. Ну и в жизни я выставляю на показ. Я выхожу с ребёнком, например, в торговый центр. Что, это не на показ, что ли? Получается, что это затворничество какое-то, понимаете, сидеть дома, никому не показывать. В любом случае, как только ты выходишь с вет, как только ты выходишь к людям, тебя будут оценивать, негативно или хорошо. И здесь уже наше дело и наша жизнь. Как на это всё мы будем реагировать, принимать на себя. Я не собираюсь отбиваться от негатива всякого. Зачем оно мне? Мне проще взять и удалить. То есть я посылаю. Иди нахер. Иди нахер. Иди нахер со своим говнистым мнением. Тебе не нравится? Отвернись. Вот. Я не знаю, как я отреагировала бы в реальности, когда такие люди. Просто здесь реально может быть угроза какая-то. Поэтому, конечно же, я, может быть, где-то промолчу. Да и здесь, да и здесь на самом деле в Ютубе тоже может быть угроза. Я вам так скажу. Вам так скажу. Серьёзно. По комментариям, по вашим, можно найти легко человека. Найти ID и найди место, где он находится. Мне писали такие комментарии, что у меня даже один раз, один раз, у меня было такое, что просто найти человека, дать ему по голове. Серьёзно вам говорю. Такое писали на почту мне. Я охренела. Охренела. Мне кажется, что такого не бывает. Мне казалось, что такого не бывает. Но такое бывает. Но я как бы вовремя остановилась. Я пережила этот момент. Ночь переспала. И утром встала. Уже стало легче, потому что я человек всё-таки адекватный. Я просто поняла, что это больной какой-то человек написал. Потому что нормально, здоровый написать такое не может. Иди ко мне, зайка. Иди поздоровайся. Скажи, мам, ты тут что-то рассказываешь? Расскажи, что я тут сижу. Привет! Привет! И ты захочешь рассказывать? Смотри, у меня тут грязный такой мальчик. Ай, тю-тю. А-цю-цю-цю. Да. Мама рассказывает про хейтеров. Вот. А что я там рассказывала? Что я там рассказывала? Безус. Мама забыла, что рассказывала. Вы мне залили, там на фоне коробки открытые. Я такая встала посерединке, чтобы не было видно. Но тут сына и всё-всё вы увидели. Мой фон недоделанный. Спонтан, я только проснулись мы на самом деле. В 10 утра. Но не только мы в 9 проснулись. Пока привелась, я чуть-чуть в порядок. Вот. Короче, такие вещи. А что там, я начала? Да. Что, да? Ты будешь сидеть на мне? А, ну и вот. И на самом деле, каждый комментарий, который пишется, можно человека этого найти. Поэтому, вот я лично даже, как из побуждений своего высказывания мнения на улице, не буду просто так незнакомому человеку что-либо говорить, дабы не получить реакцию, даже можно сказать, адекватную, да, чтобы тебе послали или дали по голове. А что касается комментариев, точно так же. То есть я не считаю, что здесь совсем всё так безнаказанно, может быть, да. То есть я написала какой-то комментарий, особенно, ладно, там, мне не нравится траля-ля, как бы, да, здесь как бы не за что по голове давать и находить. Но если ты пишешь, ты говно, куч на ублюдок там, ты и та-та-та-та, да, какие-то такие вещи, то хрен его знает, кто там на самом деле и кто этот комментарий потом почитает, да. Может, у кого-то неадекватный парень, понимаете, который может резать, чикать. Может, у кого-то мать сумасшедшая, к примеру, которая будет всех хейтеров вылавливать и знает, как это сделать. У кого-то, может, есть деньги, заплатил, нашёл. Как потом спать дома-то? Не страшно, когда пишется такое? Поэтому я не в жизни, не в интернете, то есть я не считаю, что это, знаете, как во сне. Это не сон, это яв. И там реальные люди с реальными эмоциями. И эмоции человеческие бывают на такое способность, что ну его нафиг. Лучше остаться при своём мнении просто, да, чем получить. Ну, видимо, люди, которые пишут какие-то вещи и вот так вот себя ведут, скорее всего, у них просто не было этого опыта, чтобы им мозги вправляли на место. Но, как бы, я за то, чтобы люди росли и что-то понимали, получали опыт и делали правильные выводы. Поэтому я желаю всем адекватности. Не знаю, как она придёт и с каким опытом, но я желаю всем адекватности. Всё, я вас люблю, целую, пошла готовить для вас видео. 23 минуты, трэндю! Я готова ещё целый час трэндить. Ладно, я вас очень люблю. Девчонки, не обращайте внимания на негатив. Я сама стараюсь на него не обращать внимания, но так как я блогер, я подумала, что можно мне снять это видео, что-то об этом сказать, рассказать, так как есть мысли, слова. Думаю, возьму, да, расскажу. Но на самом деле я в жизни вообще на это всё не реагирую. То есть я прочитала, удалила, забыла. Всё, дело одной секунды. Но совсем не реагировать, конечно, я не могу, так что, типа, этого нет. Нет, оно есть, и оно порой бесит. Пока. Пока. Всё. Субтитры сделал DimaTorzok